Итак, друзья, я связала три ленты. Длина каждой ленты 85 сантиметров. Между ними я связала сеточку, совершенно произвольную, соединяя ее с каждым пико. Теперь мне нужно будет соединить этот край вот с этим краем. Точно так же, вот такой же сеточкой. Вот смотрите, я сложила два края. И вот здесь сейчас я буду делать сеточку, последнюю. И у меня получится юбочка. Книзу она у меня чуть-чуть шире. Если у вас есть планшет, это здорово, специальный планшет для вязания сетки. Очень удобно. Закрепили и вяжем. Если у вас нет планшета, то вы можете использовать любые подручные средства. Вот, например, в данном случае у меня лежит вещь на матрасе. Пружинный матрас, плотный. На нем вот такое большое кружево. Я его целиком могу заблокировать. Можно взять подушку, скажем. Тогда можно будет кусочками какими-то передвигать постепенно. Конечно, это не так удобно, но все-таки. То есть у нас подручных средств достаточно много. Элементарный пенопласт как раз является тем самым планшетом, которым обычно пользуются. Постараюсь сейчас закрепить мой телефон, чтобы вам показать, как я делаю сеточку. Я ее начну, потому что очень неудобно, когда оно все двигается. Итак, друзья, я не смогла закрепить телефон там, где хотела, чтобы вам показать целиком. Это самый простой способ для того, чтобы сделать сеточку оба края. Нужно заблокировать как можно прочнее, чтобы оно у вас нигде не сдвинулось. Тогда вам будет легко и быстро вязать это соединение сеточки. Здесь же мне придется делать кусочек. Закрепила так только для того, чтобы мне показать вам именно, как я буду делать эту сеточку. Можно пользоваться вот такими булавочками. Новичкам даже рекомендую. Хотя это, конечно, время тратится на то, чтобы эти булавочки переставлять. Но зато, когда вы их будете прикалывать в свои ячейки, вы будете видеть, как они себя поведут. Как они будут выглядеть в натяжном вот таком состоянии. Я двумя пользуюсь на всякий случай, потому что иногда бывают такие заворотики. И вот взяла булавочку и прицепила на подушке. Это, конечно, не так удобно. Ну вот, например, вот так. Давайте я вам попробую все это показать на деле. Смотрите, вот с пико здесь у меня 4 воздушные петли для того, чтобы вот сюда сделать соединение. Но с пико я делаю соединение вот таким образом. Вставляю крючок в пико, зацепляя две стороны петелечки. Одеваю эту петлю обратно на крючок и протягиваю через пико. Дальше я соединю следующее пико. Здесь у меня тоже петли 4 получится. Делаю 1, 2, 3 и 4 петли. И также соединяю. Можно так, как я вам только что показала. Можно и так. Можно, конечно, не выпуская петли вот таким образом соединять. Опять же, соединение масса. Главное, чтобы оно соединилось. Теперь у меня здесь есть еще одно пико, которое также нужно соединить. Между ними расстояние, когда у вас все заблокировано, вы даже видите, какое расстояние у вас имеется. То есть, если оно натянуть, пара воздушных петель. Я делаю буквально вот парочку воздушных петель. Крючочек держим лучше, конечно, вот так, чтобы он у нас двигался по горизонтали. А веревочку вот таким образом, в ниточку, чтобы мы ее могли накидывать на крючок спокойненько. Два или три накида вам вдруг понадобится, вы можете спокойно их намотать. Потому что держать, как при обычной вязке, в данном случае неудобно. То есть, я провязала две воздушные петли и снова беру две стеночки петелечки у пико и снова соединяю. Вот таким образом. Здесь, что хорошо, это ваша фантазия. И какие вы захотите, ячеечки такие делайте. Потому что красота у всех своя. И в какую сторону вы захотите работать, в ту вы и идете. Тут вот нет ограничений, совсем никаких. Опять же, соединений масса. Выбирайте то, что вам больше нравится. Можно так, можно вот сюда еще воткнуть крючочек. Можно по-другому как-то зацепиться. Вообще фантазия любая. Вы можете даже задуматься, потому что здесь особо считать ничего не нужно. Вы просто смотрите, куда вы хотите соединиться. Вот, например, здесь большая будет ячейка. А если сюда, вот здесь будет хорошая ячейка. Но здесь у нас длинная сделана. И если мы сделаем коротенькую, она у нас съежится, да? Давайте сделаем одно из двух. То есть здесь можно или добавить еще петелечек, или сюда сделать, скажем, столбик с двумя накидами. Да? Ну, я сделаю одну петлю и столбик с одним накидом. Немножко обязательно, конечно, подтягивайте. Особенно вот эту первую петелечку, вот эту. Нужно ее, конечно, придерживать, чтобы она не растягивалась сильно. Потому что будет очень некрасиво, если она здесь у нас растянется. И вы можете и задуматься, и о чем-то своем мечтать. Хоть песни петь и спокойненько вязать, придумывая для себя сами, что вы хотите. Вот так вот примеряете, присматриваетесь. Столбики могут быть с двумя-тремя накидами. Могут быть ячейки просто совершенно различные. Смотрите, здесь у меня, видите, много я сделала петелечек. Сейчас вот сделала одну петелечку. И мне этого уже достаточно, чтобы соединиться сюда. А эту я пропущу. И но сделаю также столбик с накидом. У меня ячейка получится поменьше. Видите? Не такая, как эта, скажем. И другой конструкции. И дальше снова, как вам вздумается. Три воздушные петли я сделала. Но для соединения у меня получатся маленькие ячейки рядом все. Мне это не нравится. Я сделаю еще одну воздушную петлю. И потом уже соединюсь. Вот таким вот образом. Вот что у нас получается. То есть она больше одинакова с этой. Теперь вот сюда я хочу сделать два столбика. Значит, здесь я сделаю только две воздушные петли. И сделаю столбик. Смотрите, когда амплитуда уже большая, вот у сеточки, поднимать очень тяжело, держать в натяг будет сложно. У вас есть 10 пальцев. Держите. Как видели, да, я сейчас, вот натягивая нить, можно придерживать любым другим пальцем. Вот это, чтобы не поднималось. Это ради того, чтобы не пользоваться булавками, лишний раз их не передвигать. Смотрите, получилась малюсенькая-малюсенькая ячеечка для разнообразия. Сейчас я провяжу 4 воздушные петли. И в эту же цепочечку, вот мы сюда делали, и сюда же я сделаю еще одну. Один столбик. Видите? То есть этот будет побольше, когда мы сделаем сюда соединение. А эту, скорее всего, я пропущу и буду уже делать в эту. Понимаете? То есть это в голове просто у вас на ходу получается узор. Вы сами его придумываете. И этим вот эта вот сама сеточка и хороша. Что здесь еще хочу сказать? Вот сейчас буду вот сюда соединяться, этот пропущу. Сделаю еще одну воздушную петлю. Две. В итоге у меня получилось. Смотрите, когда мы соединяемся не в петлю, которая ограничивает движение столбика, а под саму цепочку. То есть мы взяли цепочку. Сейчас подвину чуть-чуть, чтобы вам было видно лучше. Вот она. То у нас по этой цепочке столбик может спокойно ходить. Смотрите. Захватываем нить и делаем столбик. Вот он, столбик. И он по цепочке у нас ходит. Видите? Туда? Сюда. И когда девушка одевать будет данную юбку, то благодаря вот этим движениям столбиков, благодаря вот этой всей тягучести нашей сетки, она сядет на девушку прямо по фигурке. Опять же, очень большой плюс. Дальше я соединю пико. Опять же, соединять их можно различными способами, как вам будет удобно, ради того, чтобы не крутиться и не вертеться. То есть вы все делать должны так, как будет вам удобно. Смотрите. Вот я специально сделала так подъем сразу на два пико. Это совершенно нормально и возможно. Делаю 6 воздушных петель. Когда вы идете просто туда-сюда, у вас в любом случае получаются ряды. И опять же, это не так красиво. Когда вы идете то туда завернули, то сюда завернули, то шли в эту сторону и вдруг пошли в обратную. То есть вот это хаотичное ваше движение тоже отражается на вашей ситочке. Смотрите, я сделала 6 воздушных петель. Я сделаю это специально, чтобы вам показать, что есть такие моменты в вязании. Смотрите, делаю столбик в ту же самую цепочку, которую сделала только что. Потом я сделаю еще 2 воздушные петельки и в следующую цепочку вот сюда вставляю крючок и делаю еще один столбик. Смотрите, что у нас получилось. В данном случае вот эта вещь будет очень сильно болтаться. Он как будто бы уголок. И он немножко мешает. Когда я буду натягивать нить, он будет мешать и будет очень большая амплитуда. Вот именно в таких моментах я такие уголочки закрепляю. И я могу продолжать спокойно дальше. Смотрите, так как я сделала здесь большая ячейка, здесь поменьше, то сейчас я буду делать вот в эту вот цепочку. Сделаю пару, не, наверное, 3 воздушные петли. Накид и уже сюда. То есть эту я пропущу. Тем самым у нас все загибается аккуратно. И опять же, рядности нет. Они сбились ряды. Мои дорогие новички, хочу вам еще что сказать. Когда вы привыкнете вот к такому держанию нити, когда вы привыкнете вот к этой амплитуде, пальчиками будете все где-то придерживать, то само вязание у вас будет очень быстрым. Выглядит оно примерно как паучок. Такое вот перебирание пальчиками. Оно получается быстро. Но, конечно, комментировать уже не будет возможности. Поэтому я делаю специально видео, специально делаю все медленно, чтобы вы понимали сам принцип. Вот если вы не понимаете, что делать, можете подтянуть на высоту своего столбика с накидом. Здесь у меня идет сужение немножко, потому что мои пико сейчас уже будут находиться близко друг с другом. Они уже стягиваются. То и здесь вот этих моих ячеек получается уже меньше. Я сейчас дойду здесь до пико. соединю с ними. Можно три вот набрать. Можно четыре набрать петелечки. То есть ничем себя не ограничивайте. Вот. Сейчас я также дальше соединю здесь пико, вот сюда. Потом спущусь, сделаю, скажем, вот здесь. Вот так вот. Я прошла здесь. Видите, как сделала? Тоже уголочек у меня получился. Кстати, вот что и здесь. Набирали мы с вами шесть воздушных петель для того, чтобы получилась ячеечка. Наберем мало, ячейка будет маленькой или ее практически не будет видно. Вот она у меня так аккуратно лежит. И чтобы она не создавала мне лишнюю амплитуду, я ее прицепила булавочкой. Все. Здесь я уже подошла к булавочке. Я ее уберу и сделаю в нее столбик с накидом. И все. Теперь можно вернуться и вот здесь доделывать, выравнивать. Что здесь еще хотела вам сказать? Наверное, все правила уже перечислила в процессе вязания, но посмотрите, еще один такой маленький, есть нюансик. Здесь у нас пико, и у нас идут вот такие ячейки. Когда эти ячейки продолжают так же вытягиваться, то оно идет, смотрите, как бы переходящее с одного цветка на сетку, и тут другие пико, оно как бы входит в другую ленту. Получается такое, как будто бы оно единое целое. Первое ячейки капельного типа переходят в кругленькие и уже в разные. Оно так расплылось. Вот эта, например, большая ячейка, она вот с этой, подвину, не видно, вот большая ячейка вот с этой большой ячейкой, она тоже гармонирует. Вот. То есть, если вот они капельки, они и здесь капельки, и здесь вот они капельки, да? Вот эти моменты тоже можно учитывать, потому что кружево имеет свою структуру и свои определенные ячейки. И, конечно же, здорово, если у вас где-то в кружеве будут подобные ячейки, чтобы они немножко совпадали. Вот. Я думаю, это тоже стоит учесть. Ну вот, друзья, пока суть додела. Да, сделала я небольшой кусочек еще доделала, какой вам обещала. Сейчас я все это сниму, перенесу на мой большой стенд, закреплю так, как мне надо, чтобы не было никаких ошибок, сдвигов данной сеточки. Вот. И уже буду продолжать вязать эту сеточку до конца. Все вам дальше покажу. На этом, я думаю, можно закончить нашу с вами беседу. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях. Всего доброго! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok